Привет, YouTube! Сегодня мы поговорим с вами о новом сингле Арии, композиции «Гонка за славой». Поехали! Утром 11 сентября 2018 года, внезапно, как для самой группы, так и для её аудитории, Яндекс.Музыка презентовала новую композицию Арии «Гонка за славой». Многие слушатели поначалу не поверили в это обстоятельство, уж больно странно звучала песня, да и оформление напоминало фан-арта из начала нулевых. К тому же на официальных ресурсах Арии в интернете о сингле не было ни слова, чуть позже Яндекс.Музыка удаляет композицию. Выясняется, что «Гонка за славой» стала доступна по ошибке на два дня раньше планируемого релиза. Тем не менее, самые шустрые слушатели сумели сохранить трек и прикоснуться к прекрасному. Но скоро, по просьбе правооплодателей и из уважения к музыкантам, композиция была удалена. Немногочисленные счастливчики наслаждались ею эксклюзивно в течение двух дней. А 13 сентября «Гонка за славой» стала доступна для всех. Композиция стала уникальной в арийской историей. Впервые на музыку Виталия Дубинина текст был написан Александром Елиным. Конечно, старожилы вспомнят, что давным-давно на вышедшем в 2005 году альбоме группы «Химера Агония» присутствовала композиция «Следуй за мной» авторства Виталия Дубинина и Александра Елина. Как вспоминает сам музыкант, поэт, выступавший тогда в качестве продюсера группы, попросил его написать песню для своих подопечных. Елин считал, что такой ход поможет в раскрутке «Химеры». Дубинин по доброте душевно и написал музыку, хотя, как признался Виталий, у него не было уверенности, что она была нужна музыкантам, поскольку несколько выбивалась из общей канвы. Как бы то ни было, но в рамках арии это было впервые. И сейчас нам нужно серьёзно поговорить. Многие слушатели, я не знаю, по причине скудности, ума, лени или просто невежества и хамства, обвинили Маргариту Пушкину в том, что, мол, она отказалась от участия в работе над композицией. И знаете, я просто поражаюсь таким людям, зайти в интернет и оставить комментарий, у них ума значит хватает, а взять и просто загуглить, поинтересоваться, как оно там было, на самом деле нет. Это ж нужно приложить хоть какие-то усилия, да? Не-не-не-не, но поскольку у нас традиционно принято поливать говном всё, что движется, а не лежит камнем на месте, зачем заморачиваться, да? Как-то аргументирует свою точку зрения, причём не повторяя чужие слова, выдавая их за свои. А действительно, напрячься и написать мне не понравилось то-то, то-то и то-то, по причине того-то и того-то. Слово «говно» и прочие производные от него никак не характеризуют то или иное явление, произведение или событие. В первую очередь оно характеризует самого написавшего это, что этот человек настолько ограничен в развитии, что сформулировать хоть какую-то маломальскую мысль он не в состоянии. Конечно, я немного утрирую, но общий смысл, я думаю, вы поняли. Не меньше огорчает и распространённый среди слушателей вождизм, желание следовать так называемым лидерам мнений. Один недалёкий человек прокукарекал что-то из-под перми, ещё пара каких-то беззубых брезнецов его поддержала, и всё, понеслось. Камон, ребята, вы же слышали когда-то о критическом мышлении. Для кого-то это может стать новостью, но голова, которая находится у вас на плечах, предназначена не только для того, чтобы в неё есть, но и думать. Я не призываю отказываться от критики или выражения собственного мнения. Просто будьте людьми, а не клоунами из интернета, которым для того, чтобы обосновать свой куцый минутный тезис, требуется 9 минут различных видео вставок. Учитесь выражать свои собственные мысли. Неужели вам самим приятно читать то скудоумие, что порой царит в комментариях? И речь идёт не только об Арии, но и в целом. Критика должна быть обоснованной. Пусть даже в итоге ваши выводы и предпосылки окажутся неправильными. Не случайно говорят, что в спорах рождается истина, но и спорить нужно уметь. Рекомендую к прочтению книгу Сергея Иннокентьевича Поварнина «Искусство спора». Первый вариант текста для «Гонки за славой» был написан Маргаритой Пушкиной, но потом, по причине тяжёлых обстоятельств в семье, поэт не смогла работать над ним дальше. Дубинин, чтобы не терять время, обратился за помощью к Александру Ерину, о чём он поставил в известность Пушкину. После поэт вернулась в работу и написала тексты для пяти композиций на альбоме. Музыкальная стилизация «Гонки за славой» под композицию Iron Maiden Be Quick or Be Dead на тринадцатом альбоме Арии не должна смущать. Коллектив верен однажды найденной форме и продолжает эксплуатировать её по сей день. Пора просто смириться с источниками вдохновения арийцев. К тому же стилизация выполнена скорее в духе звучания Judas Priest, нежели чем Брюса Диккенсона и компании. Возможно, немалую роль в этом сыграл и приглашённый для сведения американский продюсер и гитарист Рой Зетт, в своё время успевший поработать над сольными проектами Роба Хелфорда и Брюса Диккенсона. Как признали сами арийцы, они выбрали его как раз по причине работы с их любимыми исполнителями, исходя из музыкальных предпочтений, а не коммерческих соображений. Техническая сторона композиции, безусловно, вызывает много вопросов, но поскольку аудитория группы предпочитает слушать песни, а не вникать в технические нюансы, то никто ничего не заметит и воспримет это как должное. Ария, по всей видимости, решила свести грядущий альбом под винил. Немного грязно, минимум низов, но в духе 80-х с выдвинутой вперёд бас-гитарой. Гонка за славой получилась автобиографической композицией, этаким замкнутым кругом от Виталия Дубинина, если позволить себе провести вольные параллели. В треке для человека, знакомого с творчеством группы, много отсылок к бэк-каталогу коллектива. Это, например, и мелодичный кусок из чёрного квадрата ближе к финалу композиции. Или вы думаете, что Виталий Алексеевич совсем сдулся, и никто, тем более из его коллег, не заметил явный самоповтор, причём далеко не самой лучшей композиции Дубинин. Сюда же относится и финальная барабанная дробь, отсылающая композиции к Колизей. Кода же в конце композиции — это же сборник 2001 Ночь. Вспомните окончание «Улицы Рост» с этого релиза. Если отнестись непредвзятно к композиции, то это неплохой средняк, рассчитанный на новое поколение подростков, неискушённых в музыке и на самых старых фанатов. Одни ещё мечтают, другие перестали это делать и смирились. Если рассматривать гонку за славой в контексте всего творчества, Ариэто трек уместнее смотрелся бы на сольном альбоме Виталия Дубинина. Не в последнюю очередь по причине того, что композиции не хватает соло Владимира Халстинина, ведь его партия — одна из отличительных и узнаваемых особенностей звучания арии. Когда Владимир играет соло в песни, то сразу появляется та самая узнаваемая ария. В гонке за славой, к сожалению, звучат только гитары Сергея Попова. В целом трек напоминает скорее ранний Гранд Кураж с Михаилом Житниковым, нежели зрелую арию. Возможно, по причине того, что вокал и группа находятся на разных уровнях, поэтому вокалист нивелирует работу инструменталистов, хотя и гитары местами почему-то не попадают друг в друга. Конечно, Михаил Житников — это не то, что нужно было арии. С каждым годом это становится все более очевидно. Из него не вышел второй Валерий Кипелов, а концертные выступления коллектива в новом составе напоминают эфиры телепередач «Точь в точь» и «Один в один», где приглашенные участники имитируют известных музыкантов, в том числе и Валерия Кипелова. Но возможно, арийцам комфортно работать с таким покладистым и уважающим старших музыкантов вокалистом. Ведь не всегда понятие лучшего состава, по мнению участников и слушателей, совпадает. Для музыкантов золотым является тот состав, в котором им комфортно работать, а не тот, который принес им славу или еще какие-то награды. По крайней мере, явно Виталию Дубинину проще работать с музыкантом, который исправно выполняет его требования и пожелания, чем с теми, кто говорит с ним на равных. Его право. Относительно заявлений, что в Гранд Кураж Житников пел лучше, то это заблуждение, широко, правда, распространенное среди дилетантов. Действительно, музыка той эпохи Куража подходила Житникову больше, чем Ария, но его вокальная работа была непрофессиональной. Михаил неправильно использовал свой вокальный аппарат. По причине чего мог в один прекрасный момент сорвать голос. К счастью, на тот момент у Гранд Кураж не было масштабных гастролей. А вот перед переходом в Арию Житникову пришлось брать вокальные уроки, чтобы научиться петь правильно и выдержать суровый гастрольный график Арии. И когда вам, какой-нибудь музыкант, а особенно вокалист, начинает доказывать, что раньше Житников пел лучше, то я думаю, вы можете теперь составить мнение о компетенции такого оратора. А Виталий Дубинин действительно выступает в роли вокального художественного руководителя. Но это не значит, что если Житников в один прекрасный день покинет Арию, то он запоет как раньше. Нет. Манера, безусловно, немного изменится, но аматорство ушло из его вокала безвозвратно. В «Гонке за славой» Житников исполнил вокальную партию в своей классической монотонной эмоциональной манере, которая, по всей видимости, и является отличительной чертой третьего вокалиста Арии. Михаил по-прежнему звучит как исполнитель пионерской зорки, но для стилизации подсоветский хэви-метал безусловно подходит. В «Гонке за славой» Арицы использовали классические ходы, рисунки, размеры и гармонии. Но если бы не бренд Ария, эта композиция что-то мне подсказывает прошла бы мимо широкой аудитории. К счастью, «Гонка за славой» не является показательной композицией для пластинки, поскольку альбом будет, как я уже говорил, достаточно разношерстным. Так что лично я жду финальных версий «Эры Люцифера», «Баллады пусть будет так» и «Эпика проклятия Марии». В любом случае, глупо ждать от Арии чудес на 33-м годе существования коллектива. На сегодняшний день единственным музыкантом, заинтересованным в существовании Арии, по всей видимости, является Виталий Дубинин. Поэтому отнеситесь с уважением к работе музыкантов и дождитесь хотя бы выхода полноценного релиза группы. Я далеко не любитель новейшей Арии, но все-таки предпочитаю расслушать хорошо материал, прежде чем делать какие-то выводы. Остается признать факт, годы идут, группа существует 33 года, а новости и релизы от Арии неизменно главное событие на российской тяжелой сцене. До новых встреч, удачи!